На протяжении многих веков ассасины и тамплиеры ведут незримую войну. Пока одни сражаются за свободу, другие алчат власть. А на чашу весов положена дальнейшая судьба всего человечества. Добро пожаловать в дневники Братства Ассасинов! Assassin's Creed рассказывает о скрытой подпокровом истории великой битве между тамплиерами и ассасинами. Ассасины — орден, преданный поддержанию и сохранению свободы воли. Их убеждения противопоставлены убеждениям тамплиеров, которых заботит лишь власть. Мы создали безумно захватывающую и многогранную вселенную с глубоким смыслом. Попав в нее, игроки, несомненно, обнаружат множество неизведанных уголков. Это новая, неповторимая реальность, благодаря которой игроки смогут прожить уникальные судьбы в контексте мировой истории. Наши поклонники имеют для нас огромное значение. Мы знаем, сколь много людей терпеливо ждут новую игру, гадая, что же будет дальше. И в плане сюжета мы должны показать новые повороты и загадки, при этом оставаясь верными тому подходу в повествовании, что мы избрали. Действие первой части Assassin's Creed разворачивается во время Третьего Крестового Похода в XII веке. Сиквел игры переносит нас в эпоху итальянского Ренессанса. В этот раз мы решили внимательно изучить Рим и жизнь Эцио с того дня, как он решает основать свой собственный орден, который мы назвали Братство Ассасинов. Эцио – обычный парень, неожиданно столкнувшийся с миром, о существовании которого он даже не подозревал. Он оказывается беззащитным в борьбе тамплиеров с ассасинами, но тем не менее сражается за то, чтобы найти свое место в этом мире, и непроизвольно встает на сторону Ассасинов. Очередная глава Assassin's Creed – это как премьера нового сезона сериала. Assassin's Creed Brotherhood начинается с того момента, на котором закончилась вторая часть. Когда мы работали над Assassin's Creed 2, мы поняли, что история Эцио слишком значительна, чтобы уместиться в одну игру. На этот раз мы хотели дать игрокам почувствовать, что значит быть предводителем Ордена Ассасинов. И мы решили показать это изнутри. Всю ответственность не только за обучение членов Ордена, но и за их вербовку и воспитание будущего поколения Ассасинов. Игроки смогут вербовать новых Ассасинов, тренировать их и отправлять на разнообразные миссии. Вы встретите немало знакомых лиц в этой игре. Многие персонажи, знакомые вам по второй части, вновь вернутся, но их возвращение может вас серьезно удивить. Эцио стал старше и намного мудрее, и он собирается стать главой Ордена Ассасинов. Однако ему понадобится доказать свою готовность к лидерству, и события будут развиваться отнюдь не по плану. В следующей части дневников Братства мы познакомим вас с мультиплеером, который впервые появляется в игре за все время ее существования. В Assassin's Creed Brotherhood игроки начнут настоящую эпоху Возрождения в Риме. Субтитры создавал DimaTorzok